В Таджикистане проверили состояние заключенных журналистов. Половина жителей Кыргызстана не могут позволить себе правильное питание. 15 суток за образ гаишника-взяточника в Узбекистане наказали вайнеров. Представители уполномоченного по правам человека Таджикистана встретились с осужденными таджикскими журналистами Абдулло Гурбати, Далером ММАЛИ и Завкибеком Саидамини в исправительной колонии и ознакомились с условиями их содержания в заключении. Об этом сообщила Азия Плюс, главный специалист Управления государственной защиты гражданских и политических прав, уполномоченного по правам человека Зилола Икрамова. По ее словам, встреча состоялась 17 февраля случайно. Журналисты не жаловались на условия и порядок содержания в исправительном учреждении. Зилола Икрамова опровергла слухи о том, что Далером ММАЛИ болен туберкулезом. Ранее уполномоченный по правам человека Таджикистана заявил, что проверит факт применения пыток в отношении осужденного блогера и журналиста Абдусатора Пермахамадзада. Абдусатор Пермахамадзада, будучи в СИЗО, написал письмо, в котором сообщил, что с первого дня задержания подвергался психологическому давлению и пыткам. Половина жителей Кыргызстана не могут позволить себе правильное питание. Это следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций. Среди стран постсоветского пространства жители Кыргызстана в большей мере испытывают недостаток правильного питания. В то же время, например, граждане Азербайджана полностью могут позволить наличию здоровых продуктов в своем рационе. Казахстана на полтора процента, Таджикистана на почти пять процентов. В Узбекистане посадили на 15 суток вайнеров, создавших образ сотрудника ГАИ, который берет взятки. Как пишет Озидлик, в городе Шахрисабска Шкадаринской области в конце февраля двое мужчин, надев специальную форму сотрудников органов внутренних дел, сняли видео, как ГАИ берет взятку и разместили его в соцсетях. По сообщению пресс-службы МВД Узбекистана, в отношении автора видеоролика состоялся суд и вынесен приговор. Они признаны виновными в мелком хулиганстве и приговорены к 15 суткам административного ареста. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Спасибо, что остаетесь с нами. Оставляйте свои мнения в комментариях под этим видео. А мы с вами встретимся скоро на канале Аздару. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok